здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко продолжаются новогодние праздники но мы будем говорить сегодня на медицинскую тему почему потому что течение всего 2022 года как и в прошлые года мы естественно держим вас в курсе всех тех событий которыми живет люберецкая областная больница как вы понимаете человек так устроен что и на новый год и перед новым годом и после нового года к несчастью великому люди болеют но для того чтобы это происходило как можно реже нас существуют надежные помощники наши дорогие врачи вот об этом мы будем говорить сегодня тем более что к нам в гости зашел заместитель главного врача по хирургии люберецкой областной больницы городского округа люберцы естественно игорь анатольевич шлиховский здравствуйте игорь анатольевич вот скажите у врачей есть какие-то особенности встречи нового года ну понятно что есть дежурные врачи да они работают то есть они новый год то не могут отметить и некоторые люди например переживают когда но новый год знаете всяко кто-то пельел кто-то не приведи господи то там упал травма какая-то и так далее а врачи то должны работать да должны быть в курсе чувствуется усиление потока вот в эти новогодние праздники в принципе ну знаете по разному бывает на самом деле год на год не приходит поэтому да вот просто сейчас связи с оптимизацией коечного фонда вот количество коек в общем-то сокращается благодаря внедрению новых технологий поэтому как бы койка работает быстрее интенсивнее то есть да приходится на на меньшем количестве коек делать тот же объем операции лечить такое же иногда и большее количество больных вот наверное вот здесь вот и есть вот эта особенность называется в новогодний праздник да то есть потому что на новый год к сожалению в больницу могут попадать внезапно те кто в общем то и не планировался да опять же но алкоголь еда какие-то праздники где-то что-то не заметил и так далее поэтому напоминаю вам что праздники продолжаются будьте предельно внимательны а мы поговорим о люберецкой областной больнице конечно же прежде всего подведем несмотря на то что уже начинается шествие нового года подведем итоги года прошедшего у нас здесь в студии перебывало огромное количество наших врачей самых разных специальностей направлений где мы выясняли рассказывали о том что происходит но вы как заместитель главного врача нас может быть порадуете какой-то более подробной информации чем же запомнится 2022 год для люберецкой областной больницы чего удалось добиться но наверное прежде всего тем что люберецкой больницы это довольно крупные учреждения мощная структура медицинская который в общем-то по объему госпитализации ежегодных ежесуточных и ежегодных и спектру оказываемой помощи по хирургии она в общем-то сравнимо с крупными стационарами столицы москвы у нас 1066 коек всего суммарно из них почти 500 коек это койки хирургического профиля то есть получается что хирургический профиль у нас все равно главный как бы остается да но он как минимум половину с утра же хирургия она же не сама по себе хирургия разных органов разных заболеваний так далее почти половина до почти половину так вот значит у нас получается три отделения хирургических это суммарной мощностью где-то на 160 коек почти сейчас два травматологических отделения это 120 коек суммарно есть также отделение урологии гинекологии есть отделение челюстно-лицевой хирургии лор отделение стационарная есть также отделение офтальмологии онкологии замкнутый цикл то есть включающий в себя не только хирургию хирургическую онкологию еще и химиотерапию и радиологию это тоже относится к хирургии это как бы дополняет на следующий этап лечение полный комплекса следующий этап лечения после того больной прооперирован он должен дальше уже получить химиотерапию и соответственно лучевую терапию но и посмотреть как идет влияние на все это у нас больницы есть цикл замкнут то есть никуда направлять не нужно вот кстати ваши коллеги тоже хирурги приходили и скажем врачи другого профиля но все равно мы вели речь об операциях о каких-то сложностях и так далее и мы пришли ну вернее как бы к такому выводу что люди до сих пор которые не обращаются к врачу или обращаются внезапно или не и придя опять же господи с родственниками что-то случилось у них по-прежнему еще остается такое понимание хирургии как вот такой врач с очками до самых глаз насчет повязка такой взгляд у него и скальпель в руке сейчас мы будем что-то тебе резать мы выяснили что на сегодняшний день в том числе и в люберецкой областной больнице настолько развита технология что иногда там даже есть такие вас названия какие-то надрезы или как это делаешь то раз проколы на прокол что-то раз и все его хотя это называется операция да но она уже не такая сложная к чему я веду насколько сегодня упростились многие операции благодаря технологиям можно это констатировать знать я бы не сказал что они упростились потому что суть то операции остается прежней по сути изменились инструментарий изменился инструментарий изменились технологии операционные изменились правила доступа скажем так брюшную полость при том же удаление желчного пузыря или там операции по поводу грыжи брюшной стенки то есть минимизировалась травма мы ушли от больших разрезов скажем так мы сейчас выполняем как вы правильно сказали так называемые проколы бережете нас для пляжа в том числе так в том числе на самом деле нет просто чем меньше травмы тем меньше ответной реакции организма и тем быстрее можно пациента вернуть в строй то есть он выписывается не как раньше после операции там на десятые сутки да уже на вторые третьи мы можем вполне его то есть если большой разрез получается дольше заживания идет до дольше 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 нарушения дальше заживания до дольше приходится держать швы на ранее значит значит ну и в общем осложнений как вероятность осложнений выше потому что чем больше операционная травма тем выше риск осложнений здесь же через прокол то сказать то есть такая точечная ругия для технологии fast track что называется то есть ранней активизации пациента после операции это в том числе позволяет нам профилактировать такие грозные осложнения для жизни как тромбоэмболию после операционной при которой высокий уровень летальности поэтому но вы тоже ваши коллеги говорили о том что к сожалению при всей явно выраженным все таки продолжительности жизни если мы не добиваем сами себя что называется человеку это свойственно в принципе существует вот эти все болезни сердца по-прежнему остаются до который на наш организм оказывает влияние масса других и вот это вот тромбофлебит вот эта вся история которая я помню еще раньше казалось какой-то такой знать как приговор то сегодня все-таки благодаря новым технологиям возможностям и мастерству врачей можно поймать какие-то нехорошие вещи но если их не совсем ликвидировать а по крайней мере как-то купировать или как сказать ну в общем да технологии это позволяет тем более что это все делается вот видео эндоскопические методики которые мы применяем при операции на все видите у меня золу мы видим с увеличением на самом деле да понимаете там десятикратное увеличение то есть мы оперируем человека осмотрим в монитор при этом и можем видеть мельчайшие так сказать структуры анатомические то есть это тоже своего рода профилактика осложнений интероперационных ну давайте мы вернемся к тому что игорь анатольевич подготовился и у нас есть еще какие еще успехи в хирургическом направлении либеретской областной больнице удалось вот что удалось осуществить 2022 году знаете когда я готовил сюда оказалось так много всего что я даже когда в рабочем порядке кажется что кажется что это текучка какая-то на самом деле все так вот про нами давайте порадуем наших телезрителей потому что знаете ведь медицина скажем а медицина а какие-то правовые вопросы юридические вопросы образования это всегда очень острые вопросы для телезрителей давайте моим сегодня новогодней нашей программе покажем что есть есть успехи и они действительно прямо вот читаем и даже сами врачи с удовольствием о них узнаю рассказывать прошлом году больницу для хирургических отделений поставлено новое современное оборудование для стерилизации инструментов вот это очень важно потому что парк этого оборудования не обновлялся довольно давно вот и раньше просто в спирт нет были автоклавы были парогенераторы но они были уже так сказать довольно так сказать как сказать видавшие виды до еще со времен советских времен то есть вероятность была что там уже надо их как-то менять ну да они уже отработали свой ресурс в общем-то и к качественной стерилизации было трудно уже говорить поэтому администрации больницы как бы позаботилась о том чтобы начать с этого то есть это как бы то с чего начинается если образ гаде родина и хирургии до за стерилизации естественно да вот потом очень важная вещь это мы получили шесть комплектов видео лапароскопических значит стоек так называемых ну чтобы было понятно самом деле это называется комплекта эндовидеохирургического оборудования то есть это те наборы которые приборов которые позволяют выполнять вот эти вот лапароскопические вмешательства да если там фактически такой современный большой электронный скальпель на или даже вместе система видео визуализации то что входит за я имею ввиду условно это куда входит и мониторы камера и светитель и значит подача газа прибор как меня что мне не дешевый до 6 это это вообще приборы ведущих мировых производителей то есть я не буду говорить каких честно но действительно это все приборы достойны экспертного уровня а кстати вот на секундочку опять же понятно что это может быть не совсем информация ваша компетенция но я так понимаю что на больница ищет что необходимо поменять какие необходимо сделать закупки не знаю там начиная от лампочки заканчивая самым дорогим значит аппаратом потом это все каким-то образом где-то а формируется формируется заказ и дальше вы посылаете куда министерство здоровья скажем за который занимается вопросами как как вас выбрали чтобы именно к вам пришли эти приборы они в какой-нибудь другой округ например но эту заботу уже министерство здравоохранения московской они получают эти заказы да мы отправляем наши заявки заявки они подбирают нам оборудование то что это очень очень дорогостоящее оборудование же бюджетные воды естественно больница не может сама закупания такие объемы финансовые себе позволить вот поэтому это все централизованно поставляется через министерство здравоохранения по адресному списку то есть ну как вы правильно сказали по нуждам что называется там где это нужно просто я почему говорю что все равно здесь еще нужно договориться надо отследить и не один аппарат а целых шесть это говорит о том что работа была проведена серьезно и я так понимаю что эти аппараты распределены в разные до хирургические отделения да но у нас больница в общем то она такая немножечко разбросано разбросаны да у нас три стационара принципиально это на октябрьском 338 основной стационар значит наиболее таскать мощный в плане хирургии у нас там развернута 5 операционных столов ну да значит есть стационарных тонкие он поменьше есть хирургический стонар в красково знаете да к бывшей красковской больнице там тоже есть отделение но она в два раза меньше чем вот эти отделения хирургически распределяется по уму по необходимости она больше ориентирована плановую помощь дали если вот эти два стационара к октябрьский 33 глобальные и ухтомка они для скорой помощи то там в основном для плана скажем сейчас сделаем небольшую паузу напомню что нас гостях заместитель главного врача по хирургии ливерецкая властной больницы игорь анатолий шлюховский и продолжим через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко наша новогодняя программа продолжается и как ни странно говорим мы сегодня на медицинскую тему в прошлом 2022 году у нас было много медиков здесь в студии и мы не могли не пригласить на этот раз заместителя главного врача по хирургии ливерецкой областной больницы игорь анатолий шлюховского немножко подводим итоги года ушедшего и намечаем планы на будущее так мы остановились на этих больших шести аппаратах что еще появилась или какие еще приятные моменты связаны с 2022 годом но также в прошлом году мы активно развивали направление оперативной эндоскопии внутрипросветной то есть помимо традиционно выполнявшихся ранее гастроскопии наверное знаете да колоноскопии внутрипросветные эндоскопические исследования толстой кишки мы как бы начали выполнять удаление желчных камней и желчеводящих протоков путем от этих вот приборов эндоскопических то есть мы эту группу больных эти группе больных позволяем избежать открытых операций мы как бы заводим аппарат 12 перстную кишку через через пищевод через удаст и перстную кишку находим вот этот вот выход желчного протока проникаем желчный проток расширяем его и достаем оттуда камни корзины специальные дабы раньше так не делалось давно в люберецкой больнице это сравнительно недавно происходит вообще это делалось давно достаточно не скажу что везде но в крупных клиниках москве это делалось теперь это будет теперь это вот это уже да уже и же есть методика отработана вот так же наши врачи эндоскописты выполняют остановку кровотечений из язв желудка и двенадцатиперстной кишки выполняют легирование специальными кольцами варикозных вен кровоточащих при тяжелом течении циррозы печени а также удаление новообразования это полипы какие-то небольшие опухоли пищевода желудка и толстой кишки то есть это направление на общем то у нас как бы развивается довольно активно сейчас хорошо и я так и обратная связь есть от понять как чек тоже устроен он пришел сначала он напряжен потом ему вдруг знаете как бывает операция что все так все все сделали завтра можете но там через три дня можете же уходить и так далее чек уходит там счастливый не понимает как он же готовился на хирурги ушел и так далее какая обратная связь есть с больными потому что вы как представитель руководства наверняка жалобы понятно они есть всегда но жалобы благодарности и еще связь для работы на же тоже полезно может что-то где-то подправить исправить как у вас она работает обратная связь ну я в общем-то регулярно еженедельно провожу обходы во всех хирургических отделениях значит ходим на обходы смотрим пациентов палате значит как бы и интересуемся все хорошо все ли у них хорошо да в общем мы как-то обсуждаем тактику лечения в общем с заведующими отделениями составляем операционный план так далее но обратная связь она как бы выражается и благодарности в том числе то есть цели без этого пациенты пишут нам до пишут нам благодарные письма и на сайт больницы и в минздрав у нас есть даже специальный отдел по работе с обращениями граждан больницы поэтому эта работа тоже ведется и анализируется текучка кадров существует ну судя по информации на еженедельном оперативном совещании в руководстве то есть у нас за последнее время приход врачей больше чем чем уход а это уже это отслеживается еженедельно да поэтому у нас прибывает больше чем убывает сотрудника вот сейчас уже потому что все таки когда врач остается когда у него появляется уже какой-то ну пациенты разные бывают пришел где-то сделал операцию ушел и забыл а бывает когда человек но уже постоянно должен какому-то врачу привыкает к нему ему уже не хочется в другом уйти конечно же тоже важных вами и ведущий мы потихонечку двигает движемся к завершению нашего сегодняшнего такого-то итогового планов микросовещания приятного новогоднего давайте поговорим о планах на будущее почему потому что 23 год он только начинается у нас мы с ним всегда связываем с любым новым годом связываем самые лучшие надежды что с новым годом связывает любилецкая областная больница в новом году мы продолжим активно развивать операции по высокотехнологичной медицинской помощи это прежде всего хирургия травматологии протезирование суставов а также рентген эндоваскулярной хирургии то есть это мы сейчас получили второй уже ангиограф то есть ангиографическую установку которая позволит разделить потоки пациентов сосудистыми заболеваниями на плановые экстренные то есть и позволит увеличить как бы доступность плановой помощи потому что плановым пациентам иногда приходилось раньше ждать пока мы экстренных примем вперед естественно да то есть это речь о чем пациентах с инфарктом миокарда с острой окклюзии сосудов закупоркой на сосуде значит не только сердца но и периферических артерий артерий нижних конечностей сонных артерий так далее это все высокие технологии это все дорогостоящее оборудование вот значит отдельного внимания заслужит развитие также онкология наша хирургическая значит у нас в этом году на базе 6 поликлиники на улице назаровской дом 3 открылся мамологический центр где пациентам обследуется им устанавливается диагноз заболевания молочной железы далее они направляются в стационар номер один на октябрьском 338 где квалифицированные онкомомологи проводят им уже хирургические вмешательства последующем они как я уже говорил получают химиотерапии лучевой терапии все в есть никуда не надо ездить вот настоящее время также завершить завершается лицензирование новое отделение нейрохирургии где будут вы помимо традиционных нейрохирургических вмешательств выполняться также и операции на сосудистых образованиях головного мозга с использованием интероперационного микроскопа вот это вот сейчас такая насколько я опять же от коллег к сожалению развивающиеся вот это заболевание я имею ввиду сосуды и главный мозг и так далее это тоже что-то новое да вот какой-то новый подход к этому или скажем так свежий то есть он уже существует но набирает обороты да это отражение общей тенденции то есть мы идем к минимизации минимизации доступа к минимизации операционной травмы все делается через маленький доступ через маленький прокол в том числе и в но инсульты разные бывают но предположим там самый ну не знаю я не медик самый простой инсульт он получает есть возможность его практически восстановить до более-менее до нормального состояния возможность такая есть но тут есть как так называемым правило золотого часа чем раньше пациент к нам поступит тем больше таскать шансов у него у меня будет у нас возможно лидер ему помочь у меня будет в конце вопрос по поводу профилактики наш любимый вопрос медицинский что еще также еще нельзя не упомянуть отделение офтальмологии там тоже выполняются уникальные в общем-то операции на сегодняшний день при катаракте то есть это бесшовное удаление без шва методом фака эмульсификации то есть ну грубо говоря высасывание этого не надо ждать когда созреет этот это катаракта когда хрусталик затвердеет а уже на ранних стадиях катаракта можно вернуть человеку зрение путем вот этой вот операции фак эмульсификации с имплантации мягких интерокулярных линз а теперь глобальный вопрос мы от него не уходим всем врачам я тоже задаю что как говорится что с человеком не делай не хочу продолжать знаменитую фразу живанец кого но речь идет о том что мы сами порой не следим за своим здоровьем врачи много говорят о каких-то профилактических вопросах но тем не менее как чувствуете что люди все-таки потихоньку начинают думать о своем здоровье чтобы они создавать проблемы своей семье бы как ни странно не создавать проблемы вам когда она уже сложные появляются клиенты диагноза появилась уже у людей понимание что чаще ли может быть стали проходить диспансеризацию или пока по-прежнему люди ждут пока так заболит что сразу нужно скорую вызывать знаете появилась но хотелось бы чтобы она появилась все таки больше потому что мы получаем пациентов на 70 процентов по скорой помощи и это показать и да да и всего 30 процентов это плановая помощь мы постоянно стремимся к тому чтобы выявлять находить наши заведующие отделениями ведут активную работу в поликлиниках ведут санпросвет работу так сказать да как это раньше называлось вот и убили не то чтобы уговаривают но убеждают пациентов в том что необходимо прооперироваться в плановом порядке сделать ту или иную операцию чем дожидаться пока их привезет нам скорой помощи сказать в другом состоянии в другом состоянии в ночное время понимаете когда спасать надо спасать практически до запущенном состоянии поэтому работа такая ведется да ну все таки пока еще мы не готовы то есть вот этот зож до здоровый образ жизни пока это все таки больше они про нас наверно а больше лозунг но мы к этому стремимся люди мы работаем в этом направлении ну и завершение как вы считаете вот коллектив потому что все же от коллектива зависит вот если бы задали вам такой вопрос или задавали бы такой вопрос телезрители как можно в целом оценить профессионализм человеческие качества я уж не знаю всего медицинского состава люберецкая областной больницы потому что я так понимаю что руководство занимается не только вот оборудованием лекарствами возможностью появления каких-то методик но собственно прежде всего люди потому что к плохому врачу рано или поздно об этом узнают к нему никто не пойдет вот как вы оцениваете коллектив сегодня ну коллектив на мой взгляд он вообще уникальный на самом деле да и в каком-то смысле может быть пациентами недооцененный потому что многие то есть пациенты они как бы хотят лечиться учитывая близость столицы да и крупные больницы здесь рядом с нами они как бы туда стремятся пойти полечиться вот но сейчас мы наблюдаем обратную картину постепенно да вот по мере того как сказать мы встаем что называется на ноге в плане оборудования оснащения и разве же привлечение высококвалифицированных кадров то есть мы сейчас в общем-то уже как довольно конкурентно способны с московскими больницами это во всем и говорит нам остается игорь анатольевич поздравить скажем так и трудовой коллектив весь медицинский и скажем так другую составляющую это пациентов нынешних и будущих с наступившим новым годом уважаемые коллеги уважаемые пациенты поздравляю вас всех с наступившим 2023 годом желаю вам здоровья и удачи в делах ну мы тоже вам желаем потому что когда у вас все хорошо то и у нас вроде как все здорово заместитель главного врача по хирургии любилетской областной больницы игорь анатольевич лиховский был гостем нашей сегодняшней программы программа была открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а